И у нас телемос сейчас с Ольгой Плескань. Ольга, добрый день. Добрый день. Ну а вы в прямом интернет-эфире, платформа magicshop.com. Мы рады вас услышать, чтобы вы нам рассказали про миссию вашего сетевого сообщества «Супермама» и фестиваль под этим названием. Здравствуйте. Еще раз всем, кто меня сейчас слышит, мы слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, профессиональная программа. Мама, привет. Говорите громче, ага, чуть-чуть. Так, я лучше слышу? Да, ближе к микрофону, пожалуйста. К вашему микрофону. Так, а лучше? Угу. Вот. Сейчас в Ферме проходит фестиваль, он называется «Супермама». Он проходит уже третий раз, но в несколько годах его масштабы все увеличиваются. Если первый фестиваль три года назад начинается с просто идеи «Не собраться ли нам, не устроить какой-то слинга-коншмог, но он прирос в открытой лектории», то в этом году фестиваль четырёхдневный. Первые два дня принят для слинга-консультантов. Второй день – это лектория ОБНР в парке Горького, по традиционному месте проведения. И четвёртый день, он посвящён полностью детским переноскам, он пройдёт в детском центре «Чудозвратно». Ну вот, мне бы хотелось пригласить тех, кому это актуально, которые уже готовятся стать только родителями. Что хотелось бы сказать о фестивале. Фестиваль в первую очередь несёт миссию поддержки и просвещения. Это огромная проблема, потому что, родив ребёнка, родители попадают не просто в информационный вакуум, они вступают практически в странные сказки, в ген, в какой-то мифологии. И им совершенно некому верить, и совершенно негде взять информацию. Потому что то, что транслируется в интернете, то, что транслируется в возможной популярной литературе о детях, оно очень разное. И совершенно непонятно, к чему верить. Вот такой пример. Лето-жара, да, надо ли допаривать ребёнка. То есть, там, спрашиваешь участкового врача, он даст один ответ, спросишь бабушка, она даст другой ответ, прочитаешь журнал, там, третий. И что делать родителям, да, совершенно непонятно. И помимо информации, родители не очень часто попадают в такую ситуацию, то, что их вынуждают чувствовать себя плохими родителями. То есть, они не чувствуют какой-то поддержки. Они чувствуют себя обязанными делать то-то, то-то, и то-то, и то-то. Иначе они начинают сами себя считать плохими родителями. Вот тоже такой один из самых распространенных мифов. Если ты не родила сама, да, у тебя была операция кесаро-сечения, ты не мать, ты плохая мать, ты не родила ребёнка сама, у твоего ребёнка были тысячи проблем. Такая ситуация, она очень часто встречается. И наш фестиваль, да, он в первую очередь предназначен для того, чтобы родители чувствовали поддержку, среди каких же, как они, среди более опытных родителей, среди каких-то предантов. И, конечно, это информационное пространство. Мы очень большое внимание уделяем на том, чтобы та информация, которую мы даем в фестивале, она была полезной, проверенной, основанной на доказательной медицине. В рамках фестиваля традиционно проходит огромную часть лектории по круглому короблению. Это та тема, которая практически остается вне поля зрения медицины. То есть, если спросить женщину, вот вы готовите к кормлению грудью, как вы родите скоро ребёнка, будете ли вы его кормить, и как вы его будете кормить, и в ответ, он будет большие круглые глаза, ой, я не знаю. Наверное, кто-то будет научить. И вот мне бы хотел сказать, нет, у вас не будет учить. Это не будет в обязанности персонала, это не будет в роддоме больницы. В нашей медакадемии для изучения грудного кормления чуть ли не 6 академических часов, то вместе с искусственным кормлением и притормом это очень мало на самом деле. И медработники, у них достаточно других обязанностей. И учить, и мало кто будет. И если мама какой-то информацией владеет, это очень хорошо. И Виктория, именно по круглому кормлению, она большой, он будет идти в своем фестивале с 9 июля в парке Горького с 3 до 7 часов, проходил в Зеленый театр, там много относительно павильон, он открылся год назад, он находится сразу в зале в своем обозрении. Там пространство, лавочки, крыша, и мы эту площадку ласково называем «молочные феи». Виктория колодцева, участвующих в фестивале, что традиционно волшебные феи, которые отвечают на вопросы, помогают, очень дружелюбно поддерживающая атмосфера. Конечно, можно только здесь детьми. Также, что будет? Будет площадка «Умная мама». В ней будут работать психологи, и опытные мамы будут говорить о детских капризах, о истериках, о том, чему-то думал, как это преодолеть. И опять же, это тот вопрос, с которым родителям просто некуда больше идти. Потому что кому она поедет? И некуда больше идти. Будем подговаривать «Уар-терапия», либо «Лекция большого уар-терапевта» о том, как рисовать с детьми, что рисовать с детьми, может это помочь в решении каких-то напряженных отношений между мамой и ребенком. И тема, первый раз мы представляем в этом фестивале, мы уже заранее в нее верим, что придут родители послушать, это про то, что читать, и как читать, как правильно выбирать такие книжки, что может дать ребенку. И так далее. Очень богатая тема. В «Роклонде» у нас будет лекция по естественной гигиене. Естественная гигиена, это жизнь без подгузников. Важна для тех, кто хочет поправить, и хочет пользоваться генератными памперсами, а для тех, кто научится понимать ребенка. Дальше там будет большая «Смирная лекция», и лекция по «Файлэй». «Файлэй» — это искусственная организация будет так, что в «Файлэй» на так, чтобы хозяйство, на то, что приносило, меньше локот, очень быстрее делалось. Тем очень актуально тоже для родителей, потому что хочется им, чтобы дома не дабыла, и квартира чистая, и ребенок уходили, и как все это дело одинаковое дело поделить. День в парке хочется в 7 часов большой консуальный «Стейлор-Кашмолк». Тоже традиционное мероприятие и фестиваль. Мы готовимся к прессе, и я думаю, что будет очень интересно. Параллельно также во время фестивали будут работать бесплатные консультации адвоката и семейного психолога. Адвокат будет консультировать именно по семейным проблемам, то есть жилоба молодой семьи, молодой капитал. Я думаю, что будет очень востребована и семейный психолог. Все лекции совершенно бесплатные, лекции совершенно открытые. Пожалуйста, может приходить любой человек, задавать вопросы, слушать. Мы надеемся, что все это будет востребовано. Если судить по прошлым годам, по отзывам, потому что активно сейчас в соцсетях нашего фестиваля, надеюсь, что у нас в райской олимпе не подходит. И в следующий день фестиваля 10 февраля, в воскресенье, он пройдет в детском центре Чехоград, в будущем 66 он будет посвящен переноскам для детей. Тоже вход совершенно бесплатный, будет большой зал, можно будет применить разнообразные слинги, посвящать лекции про токатность, сеть, выбрать что-то подходящее на себя, фотографироваться, взять что-то возможное в прокат, вообще посмотреть, что сейчас представлено в рынке. Подобный формат для нас, вернее, интернет, перед нас, потому что мы немножко отцепляйничаем, и этот формат, подобный, проводился ими с ихого дня в других городах, в Москве, в Эдербурге, в Новосибирске, в Теренбурге, в Европе. И я очень благодарна организация в других регионах, в Теренбурге, в Теренбурге, в Теренбурге. Подобные фестивали, именно с нашей миссией, поддержка, посвящение, они проводятся не только в Теренбурге, очень похожий фестиваль, наши коллеги стулы проводят, у них у нас сама парада, тоже огромные площадки, в случае всевозможных мероприятий, они у них проходят уже 10 минуту, до 7 лет. Ольга, скажите, ближе к микрофону, если можно, вообще организация подобных массовых мероприятий, это вы проводите без поддержки государственных структур, или все-таки там они как-то участвуют? Нет, полностью волонтерского мероприятия, полностью волонтерского опыта, то есть это все делается силами добровольцев, практически без какой-либо другой помощи. вот вот и в связи с этим вопросом, вы или не хотите обращаться за помощью, в том числе за финансовый, там, грант, еще что-то, в принципе, это же реально, да, в городе Тамы и так далее, куча у нас есть таких возможностей, или у вас был плохой опыт, и поэтому вы решили не обращаться? Дело в том, что я думаю, что если фестиваль будет принято решение среди организаторов сделать фестиваль еще более насыщенный, переходить немножко вот этот вот формат, да, потому что мы всего фестиваля третий год, то я думаю, что мы были вынуждены просто обратиться за поддержкой, потому что мы в этом достаточно тяжелый получился. А парк Горького, он как бы является соорганизатором или просто площадку предоставляет? Ну, несложно выйти на этот вопрос, потому что парк Горького они нас очень сильно поддерживают и эмоционально для нас это очень важно и материально, потому что они нам предоставляют площади и можно сказать, что идея изначального фестиваля она была и у парка и у нас. То есть я мечтала такой фестиваль очень давно, мы делали подобные мероприятия, был в меньшем формате, у нас был вельма очных фейботов, мы собрали около 70 мам, у нас было целое время говорили об этом гордлении с врачами, с консультантами по грудному управлению. Были какие-то большие исследовательные мероприятия, они у нас традиционные, проводим, но так вот, чтобы быть именно на городской уровень, у меня работают в третий раз. И у парка тоже это было очень интересно, очень умышлено. вы начинали с того, что вы продвигаете идею слингов, чтобы ребенка носить постоянно на себе, да, получается? Нет, совсем нет. Нет? Мы продвигаем людей, потому что родители должны знать о каких-то других возможностях и знать, что этими возможностями можно пользоваться. То есть среди нас нет фанатов выграющих в том, что слинг это единственное средство передвижения, точно так же, как и коляски передвижения. И то, и другое, это нормально, удобно, и родители должны выбирать то, что удобно именно им, и удобно именно здесь и сейчас. Ну вот, а мы приглашаем проект лидеров гражданского общества. Я вас тоже таковым считаю. Знаете, почему? Потому что гражданское общество в первую очередь люди, которые могут сорганизовать себе подобных из своих референтной групп на общественно полезные дела. Вот вы идеально в это вписываете. скажите, это вообще сложно делать? Не очень сложно, сложно сказать. Как сложно? Конечно, сложно, потому что это то мероприятие, которое требует очень много сил, времени, времени за счет с моей семьи. но я вижу перспективу и я вижу реальную отдачу и вижу то, что это приносит. Нам в фестивале очень много помогают родители, которым мы когда-то помогли. Знаете, вот эта цепочка, которая не прерывается. То есть, когда там несколько лет назад я помогла маме кормить грудь, да и казала, что можно сделать по-другому, как можно кормить ребенка, не испытывая каких-то неприятных ощущений. И вот сейчас она звонит и говорит мне, Оля, я слышала у вас фестиваль, это отлично, я хочу прийти фотографировать его и сделать для вас фотографии. Получается, что в первую очередь вы являетесь коучем, то есть тренером и этими зарабатываете, а в отличие от классической организации общественных, которые живут на грантах. Вы вот честный фрилансер в этом смысле, да, или как? Ну, я думаю, не совсем то же так, фестиваль делают только волонтеров. То есть фестиваль совершенно неконечный, никто на этом не зарабатывает и, даже с вами, у нас есть работа не связанная с волонтерской деятельностью. Нет, я вообще спросил лично про вас, вот как вы существуете, у вас есть тело-сообщество, вы как-то же должны финансово тоже еще не просто выживать, а жить со своей семьей и так далее. Классическая схема позволяет это сделать, может, там гранты несколько раз в год и так далее, а вот как существовать такому сообществу, как ваше, лидеру, точнее, этого сообщества? Я поняла, Дело в том, что я уникальна как солид, в моих квалификациях именно по солидам вношениях в России всего двое, я Мария Торицкая из таких оборудований. Я училась в свое время у немцев в европейской школе в том, что я участвовал в Дрезден, потом в Омбонском в университете, помешал квалификацию, и я помимо того, что это Центгилы, я работаю председателем в форусах для фермер-президента. Ну, я это имел в виду, что как бы вы являетесь брендом некоторым, который и позволяет вам жить со своей семьей, а также организовать других людей вокруг себя в такие масштабные фестивали. Спасибо, Ольга, вы пример для всех других мам и успехов вам завтра на вашем масштабном мероприятии. Большое спасибо. Будем всех ждать и нас и и и и и и и и